Катен Совсем случайно я увидел рекламу компании Ableton о том, что она приглашает потестировать новый продукт компании Ableton Push 3. В Германии есть такой сайт, Eventbrite называется. Очень клевый сайт, где можно посмотреть какие-то ближайшие события, в том числе и бесплатные, и платные. Там есть разные события. Вы просто бронируете слот по времени. В моем случае это был слот, потому что компания Ableton предоставляла всего лишь полчаса на тестирование этого устройства. Если это какое-то мероприятие, например, другое, то там определенное количество. По времени она идет, так что просто покупайте билет. Не знаю, к чему вам эта информация, но просто решил поделиться. Потому что если бы я не увидел эту рекламу, то, наверное, бы и не попал потестировать его. Я впервые был в компании Ableton. Мне очень понравилось пространство, которое у них там есть. Это находится в центре Берлина. Когда я туда пришел, меня угостили напитками и предложили подождать мое время, когда оно подойдет, для того, чтобы потестировать Push 3. И предложили какую-то помощь, рассказать немножко про устройство. Ну, я сказал, что, скорее всего, рассказывать мне не потребуется, потому что у меня был второй Push. Но если будут какие-то вопросы, я сказал, спрошу. Также я спросил у них немного поснимать. Они попросили не снимать только людей, которые там находятся. Потому что конфиденциальность в Германии очень важный момент. И люди не хотят просто так, чтобы их куда-то выкладывали. И это нормально. Что же такое Ableton Push? Это уже третье устройство от компании Ableton, которое позволяет управлять программой Live. Это такой MIDI-контроллер. Изначально всегда это был MIDI-контроллер, который можно было подключить к программе Live. И Live это DAW, программное обеспечение, которое позволяет записывать музыку в себя. Она, скажем так, содержит VST-плагины, она содержит внутренние плагины, в зависимости от версии Live, которая у вас есть. В общем-то, был первый Push. Второй. Второй Push вышел обновленным, с интересным дисплеем. Там была классная визуализация различных аудиоустройств, точнее инструментов, которые были внутри Live. Второй Push когда-то был у меня. Я планировал его использовать как MIDI-секвенсор, ну и вообще, в принципе, как секвенсор. Ну, скорее всего, MIDI-секвенсор, потому что на тот момент, когда я его покупал, у меня уже было много синтезаторов, и я хотел их чем-то управлять. Я понимал, что сами синтезаторы друг с другом не сыграются, если их не принудить с помощью какого-нибудь секвенсора, ну или как-то не организовать это все через него. Я купил себе Push второй и начал изучать его. Программу Ableton я знал неплохо в то время, но Ableton Push мне пришлось немножко поизучать, потому что не так все просто и все понятно. В нем было с первого раза и потребовалось, соответственно, время. Я хотел использовать Ableton Push как контроллер, который посылает MIDI-сообщения, точнее я прикасаюсь к нему, что-то кручу. Эти MIDI-сообщения попадают в программу Ableton Live, и дальше через USB to MIDI, такой специальный девайс, у меня был ID-Roll, я отправлял бы эти MIDI-сообщения в Proteus, например, в тот же, ну или в Bass Station, ну и, соответственно, во всю свою раковую стойку, которая у меня была. Но такой подход не дал мне хорошего результата, потому что это занимало очень много времени. Тем более, что моя дневная работа, она была связана с компьютером, я постоянно смотрел в монитор, в экран, и мне хотелось немного отдыхать. И я занимался тем, что просто джемил на синтезаторах и, скорее всего, даже не записывал их, потому что для этого требовалась определенная подготовка. Я создавал темплейты в Ableton, пытался делать это как-то так, но в итоге этот подход для меня оказался не очень успешным, потому что у меня было мало результативности. Также Ableton Push, по моему мнению, был заточен на то, чтобы использовать больше внутренних синтезаторов, которые имеются в виду инструментов, которые находятся в программе Live. Спустя какое-то время стало понятно, что Push остается в студиях у тех, кто прилично использует программу Live для своего продакшена. Я не был таким, поэтому, наверное, у меня из-за этого он не прижился. Но он у меня лежал, мне он нравился, как бы он не нравился, как он был сделан. Но он лежал очень долгое время, и когда пришло время купить что-то новое, я даже не помню уже, что это было. В общем-то, я всегда делаю так, когда мне что-то нужно. Я, например, то, что я не пользуюсь, потом продаю. И таким образом я продал свой Ableton Push 2. В принципе, Push 2 являлся очень важным элементом и инструментом, даже, наверное, так можно сказать, для тех, кто использует программу Ableton Live. Но по моему опыту, когда я делал на нем какую-то музыку, я все равно ощущал какое-то расстояние между своими руками и ручками до музыки. То есть было ощущение того, что это все-таки какой-то контроллер, а не инструмент. Я не знаю, почему так, может быть, из-за материалов, может быть, из-за какого-то моего собственного восприятия. Но, в общем, у меня было такое ощущение. Стоит отметить, что когда-то у меня был еще контроллер AK APC40. Это такая тоже сетка из пэтов для запускания клипов и ручки, которые тоже можно было назначать макросы. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Ableton Push 2 вышел уже довольно давно. И все, в том числе и я, ждал какого-то обновления от компании Ableton, потому что за это время появились классные девайсы для создания музыки. В том числе и электронный Digitact появился, появились какие-то еще устройства. Актотрек имел определенное свое развитие, всегда как-то стоял в стороне. Потому что любители давля, сетапа, те, кто не хотят писать музыку на компьютере по разным причинам, они использовали какие-то такие девайсы. И многие компании начали создавать устройства, которые могли бы работать стендалон, чтобы имели там CV-гейты, потому что модульные еврорек-системы также стали популярны за это время. И нужно было как-то все это подключать. Очень хотелось бы, чтобы в Push добавили те же CV-гейты, чтобы там он работал стендалон, например, без программы Live. Для тех, кто любит Davlis или там для тех, кому важно музыку писать без компьютера. Короче, ждали. И компания Ableton выпустила Push 3, и там все было. Он просто прогремел, потому что в нем содержался и CV-выходы, там есть вход аудио, и выход аудио, соответственно, аудиоинтерфейс. В нем есть MIDI-входы-выходы, в нем есть даже ADAT-интерфейс. То есть вы можете подключить какую-то внешнюю ADAT-звуковую карту и 8 каналов отдельно отправить на эту звуковую карту. Соответственно, можно обработать внешне, например, педалями, там все эти 8 сигналов. Ну или свести в микшере для какой-то плотной и интересной суммы, если у вас там подход к созданию музыки через микшер. Это здорово. Также у него появился USB-хост, то есть можно просто подать какую-то клавиатуру. Например, если Ableton Push вам мало или там вам нужны просто клавиши, у него есть USB-вход, как у компьютера, и вы можете подключить, играть вашими любимыми синтезаторами через внешний MIDI-контроллер. А что самое главное, что он теперь может быть еще и с батарейкой, то есть вы можете взять его и пойти там куда-то на природу. Я не знаю, как часто вы этим пользуетесь, но тем не менее можно использовать его не только стендалон без компьютера, но также еще и без электричества, то есть заранее зарядив вашу батарейку. Также очень круто, что компания Ableton предлагает пару вариантов приобретения этого контроллера. Вы можете взять сначала просто контроллер, потом проапгрейдить его дополнительным китом, и он станет у вас стендалон и заимеет батарейку. Причем в стоимости нет никакой разницы, купите ли вы сразу такой комплект, либо вы купите его потом. Так что такое обновление, оно очень честное, и я считаю, что это здорово. Помимо этого, новый Ableton Push 3 добавили в него несколько джогов, которые можно управлять, например, лазить по меню. Также есть отдельно темпа, есть громкость, причем несколько раз кликаешь ты на кнопку громкости, и там появляется выбор этой громкости. Это будут наушники, там Master Out или Q, что в принципе удобно, скорее всего, для тех, кто хочет использовать его без компьютера. Я все берегу этот момент, но сейчас расскажу об этом. Новый Ableton Push содержит в себе MPE. MPE это такая возможность управлять в миде, не просто нота после касания, гейт, то есть привычная стандартная и модуляция, которую мы привыкли использовать на протяжении длительного времени. MPE или MPE, правильно, скорее всего. Она дает возможность вам управлять нотой в трех измерениях. То есть вы можете сделать pressure, то есть давление, он учитывает это, это можно использовать для фильтра или чего-то еще. Высота, то есть прям сразу можно отойти от ноты на полутон вверх или полутон вниз и влево-вправо, соответственно, регулировать еще один параметр. Все это доступно не просто аккорду, например, нескольким нотам, а каждой нотой по отдельности. Соответственно, ваши 10 пальцев могут превратиться, это такое некое, наверное, желе, если так можно описать. Вы просто опускаете руки в этот пат с пэдами и начинаете играть инструментом. Это очень интересно, но это требует определенной сноровки. Я потестировал это и скажу честно, что не то, чтобы я там что-то от этого сильно ожидал, ну, наверное, да, ожидал. Но у меня не получилось сделать музыку, которую я хочу. Наверное, я слишком стандартно мыслию и мне хочется управлять в формате нот. Но если вы, например, любите какую-то экспериментальную музыку или для вас представляет интерес вот такой подход к написанию музыки, то это будет здорово. Также есть такие контроллеры, например, вот у меня есть QNexus Kate McMillen, которые уже, в принципе, содержат MPI внутри себя. И здесь также есть pressure, то есть давление. Но будете ли вы это использовать, я не знаю. Я очень редко это использую. Скорее всего, эту клавиатуру я чаще всего использую больше для CV и гейтов, которые очень просто можно подключить к еврореку. Опять же, это мое субъективное мнение касаемо MPI. Может быть, в будущем я когда-то по-другому заговорю, когда освою эту функцию, если у меня будет такое желание или там возможность изучать просторы вот этого вот управления музыкой посредством вот этих вот различных измерений. Мне кажется, в этом точно есть какой-то смысл для определенной музыки. Возможно, это породит какой-то новый стиль музыки. Но думать о том, что это сложно и никем не используется, то это будет большое заблуждение. Потому что в этот же день мне повезло посетить очень классное мероприятие. В Берлине это была Arena Market, клуб CDV, клуб Дервижонер. Они организовывали мероприятие с экспериментальной электроникой. И в том числе там выступал Макс Ладербауэр, Рикард Вилалобос и Синкевич. Они играли втроем. Очень классный лайф. И когда я пришел на это мероприятие, после визита в компанию Ableton, я увидел, что Макс Ладербауэр как раз-таки он и раньше, но и сейчас тоже. Он использует клавиатуру как раз-таки с MPE. Я не помню, какую именно. Раньше у него, по-моему, была такая красная. Напишу, как это называется. Я просто не помню сейчас бренд. Есть роли, там еще какие-то. В общем, это не столь важно. Лучше послушать его музыку и, скорее всего, вам станет понятно. Так вот, Макс как раз-таки использует этот MPE по полной в своей музыке. И что, конечно же, очень интересно и имеет практическое применение. Уж не знаю, насколько интересен будет ему Ableton Push, но, тем не менее, с этими пространствами он работает. По-прежнему считаю, что Ableton Push второй или третий – это лучший контроллер для программы Live, потому что он максимально интегрирован с этим устройством, точнее, с этой программой. На дисплее отображаются различные опции синтезатора. Если, например, это внешний какой-то VST, конечно же, он отображаться там не будет. У вас будут просто макросы 6 штук или 8, которые можно назначить и также управлять, ну что, в принципе, удобно. У вас сразу доступно 8 треков сходу. Ну или там можно подвинуть стрелочкой вбок, и там, соответственно, треков будет больше. Потому что ограничений практически нет никаких. Единственное ограничение – это стендалон-версия, которая не поддерживает внешний VST, по-моему, сейчас, а поддерживает только внутренние инструменты Live. Стендалон-версия обладает какими-то функциями. Там внутри некий компьютер, это, по-моему, процессор i3, да, по-моему, 8 гигов оперативки и жесткий диск на 250. Соответственно, если ваш компьютер чуть помощнее, чем это устройство, наверное, будет работать быстрее. Но также Push 3 можно использовать, как и контроллер к вашему компьютеру, как обычно, просто подключается по USB. Короче, вариации. Можно использовать одно, второе, как вам удобно. Что же касается моего мнения, когда я взял Push 3 и начал его тестировать, то для меня не показалось каких-то кардинальных особоизменений. Как восприятие, я нажимал на эти пэды, клавиши, пытался управлять. Очень похожие ощущения я испытывал, когда использовал Push 2. Я также испытывал небольшое расстояние до музыки. Я не знаю, как это объяснить, но, в общем, когда вы пытаетесь создавать на устройство какую-то музыку, я чувствую вот это вот расстояние до музыки, то есть, как будто бы это какой-то контроллер. Скорее всего, это просто мое субъективное восприятие. Я имел опыт работы с другими синтезаторами, и мне кажется, что покрутить ручку там на модуль, соответственно, более близкое вот это расстояние, его почти нету. То есть, как бы ручка как будто бы уже является звуком. А там есть ощущение вот этого вот контроллеризма, что ли, можно так назвать. Ableton Push 3 показался мне очень тяжелым. Я поднял его, он там еще долго был включен, он был горячий, и он был там как раз таки стендалон. Я поднял его, он реально был очень тяжелый. По поводу компактности тут сложно очень говорить, на самом деле. Но, с другой стороны, если в нем умещается вся ваша студия, то вот это тоже не очень компактно. Все зависит от вашего подхода к написанию музыки. Также мне показалось очень удобным то, что появился новый view, то есть, новый вид, когда мы видим вот эти вот клипы. Раньше этого не было. На втором Push'е это можно было реализовать посредством какого-то дополнительного мода. Я не помню, то ли это Max for Life какой-то был, то ли это прям прошивка была. В общем, я ее себе не ставил. Обходился так. Это очень классное мероприятие от компании Ableton, которое я посетил. Оно проходило несколько дней. Там был вот такой мерч. Я урвал сумочку от компании Ableton. Обычный шоппер, но с логотипом. Несколько комплектов наклеек. Вот такой вот шнурок, который можно использовать, например, для ключей или для чего-то еще. И у всех участников была такая возможность купить с 20% скидкой девайс, что тоже очень здорово. Сейчас, конечно же, эта акция закончилась, но тем не менее. На данный момент я Ableton не очень сильно пользуюсь. И, скорее всего, я буду ее использовать в ближайшее время только как рекордер для того, чтобы записывать туда свои стемы, ну и музыку, которую я делаю. Потому что основную музыку я храню сейчас в Black Box. То есть основные записи я храню сейчас в нем. Для меня Ableton и Push 3 это сейчас некий Black Box. Но, тем не менее, я думаю, что у Push, конечно же, большая аудитория. И особенно любители программы Ableton и вот этого контроллера, я думаю, что они обязательно купят себе Push 3. Потому что в нем есть новые всякие интересные фишки. Но если эти фишки им не очень интересны, в принципе, можно пользоваться и вторым, я думаю. Так что каждый выберет сам. Мне было очень интересно и приятно побывать в компании Ableton, где меня встретили очень тепло. И дали возможность потестировать новый Push 3. И не приобретая его до тех пор, пока я не определился, скажем так. Ну или просто потестировать, чтобы сделать определенные свои выводы. Об этом я сегодня вам и хотел рассказать. Если вы являетесь моим бустером, то заходите обязательно туда после просмотра этого видео. Там я выложу дополнительное видео, отчет с мероприятия, где выступали артисты живьем. Приятного просмотра. Ну что же, на этом все. Большое спасибо всем, кто смотрел мои видео. Приходите по воскресеньям на мои стримы, на мои воркшопы. И до скорой встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова